Ребятушки, всем привет! Всех приветствую на каналчике Токси Кул. ФБР на связи, как вы видите. Я вещаю из города Харькова, коренной житель. Поэтому с вас обязательно лайкосик и подписочка на каналчик в поддержку харьковчанина. Готовьте чаёху, ляля кебаб. И мы стартуем. Реди стади го, погнали! Так, ну что, ребятушки, заводим наш Део Лексус. О, чётенько. Уточка на базе. Пивчанский тоже, котера тоже здесь. Ну что, мои хорошие, вы все помните, нам приходила вот такая вот штучка в посылочке. Подписчикам огромное спасибо. Сейчас мы будем снимать распакивку и дегустейшн. Смотрите, какая интересная штука. Это мясо с картошкой, чешону такое. Напишите в комментариях, кто в курсе, или погуглите. Какая-то интересная тема. Давайте открываем. Так, гляньте, какая тут. Как зайчиком, чимишкой сделана. Поднимаем. Правильно я открываю, напишите в комментариях. Обалдеть, посмотрите, что здесь внутри. Ого-го-го. Молочко какое-то, чешона. С мясцом. Ребятки, я, короче, почитал, что это всё надо или в кастрюльке приготовить, или в микроволновку на 5 минут. И гарниром служит, это какой-то Кенигсберг, я так понимаю, читается. Гарниром служит, пишут, что картошечка с петрушечкой очень вкусно будет. Но картошечки с петрушечкой у нас нету, есть помидорчик. И сейчас мы это сюда перемещаем, нашу тарелочку и греем в микроволновке. Такая, ребятки, красота получилась. Подогрел. Пахнет, обалдеть. Тут ещё и похоже каперсы есть. Так, ну что, мои хорошие, перекус таксиста чек. Завтрак олигарха. Пробуем нашу смокату. Вот такие шарики там. Белая такая жидкость интересная. А ну давайте жидкость. Обалдеть. Такое впечатление, как горошек присутствует там. Ммм, горошек. Зелёный. Ммм, давайте откусим. Ммм, мясо, ребят. Вот есть смоката. Это пушка. Знаете, что не хватает? Перчика. Я побежал за перцем. Так, ребятки, я взял небольшую перчинку острую, которую, собственно, выращенную на огороде у нас. С вами мы старались. А ну? Ммм. Вот это оно. И как Саня любит перец, да? Максималочка пошла. Ого-го-го-го-го-го. Борис, будешь перец? Подстрел на меня, как на дурака. Вот это завтра на белом буду взлетать, как ракета. Мы взлетаем, как ракета, да? Семечки вообще максимально острые. И сразу немецкая музыка играет в голове. Рамштайн и так далее, и тому подобное. Песня про пиво. Официанточки в Германии несут пиво. Вот эти, да, такие мясомолочные девочки, такие красавицы. И бокалы литровые. Сразу Саньку бокалов 40 пива. Всем приятного аппетита, ребятки, кто кушает. Спасибо огромное за такую вкусняшку. Рогань, ребятки, Роганская республика, как говорят таксисты. Градусник плюс 79 градусов. Видно вам на градуснике сегодня? Вот такая жара. Все, подключались светофоры. Ну, а действительно, зачем они нужны, если люди тут на красный ходят все равно? Лучше, чтобы электроэнергию не плывли. И так пойдете. Вон-то идут сильнейшие, ребят. Просто, вообще, песня. Ремонтируются на всем протяжении. Чи провода, чи шо. Чи камеры расставляют. Чи ловушки, чи петли на лесу и волка на медведя. Чи шо они там делают. Может, это эти самые? Как вот это в лесу их ловят? Гуманитарщики? Не, не, гуманитарщики. Скажите, что убивают животных? Вот это, и рыбу ловят тоннами. Ну, короче, как это их называют? Напишите в комментариях. Я же, три класса образования. Что вы мне хотите? Махач. Мужика воспитали. Пять секунд бухово. На джипе он подъехали. Два леща. Два леща и мужик отдыхает. Их двое даже. Их обоих воспитали. Вон джипера зеленый поехал. Наш чудесный аппаратик. Кто помнит его? Приехали мы, ребят. Вверх. Мужик, который валялся, ребят, только что переходил дорогу на красный свет под машиной опять. Представляете? Кто, видно, джип остановился, леща ему отцовского свесил. У него было в детстве плохое воспитание этого мужика. Опять шурует. Видите, жизнь ничему не учит. Вот кто-то говорит, жизнь учит. Даже, я всегда говорю, даже вот эти вот драки, что люди там, да, я ему, говорит, морду набью, он поймет. Он не поймет. Ты его хоть и бей, не поймет. Это правильное выражение. Такая обстановочка в Трепске. Сегодня какой-то этот день, ребят. Все ходят просто так по дорогам. Ля-ля-ля-ля. Гуляют. Сигаретка баночком. Крепкого, крепленного пилка. Трехлитровая. И вперед. А мы на красный поедем. А что мы теремем? Тут вообще песня-базарщик топовый сегодня. Все ремонты, даже в Одессе, видите, ребят, даже в Одессе ремонты. Трактора ремонтированы. Черт. Батя на жопеле что-то вообще исполняет всю дорогу. На рыжем жопеле. Запомните номера. И батя. Лично познакомьтесь. Возьмите автограф. Такая обстановочка. Шурую обратно, мои хорошие. Что-то произошло на Киевской. Видите, кого-то грузят уже. Скорую помощь. Парень говорит, все будет нормально. Пальчик вверх. Ставим лайки. Подписываемся на канал. Видели, как показал? Все будет хорошо. Водичку. А вот что-то мотоциклист стоит. Какая-то жесть, короче. Что-то какой-то движ в Париж нереальный еще. Соната не нужна никому. Я только что в шоке был. Значит, наблюдал картину, как, значит, девчуля торгует, собственно говоря. Ну, вы поняли, прелестями свои. И к ней подошел чей мужичок, чей паренек. Вы представляете вообще? Они в тенечек отошли, тусуются, водички ей принес. Вот заботливый, да? Вот заботливый, молодец. Потому что, ну, как, чужой мужик ее чпекнул, да? И пошел. Ни водички, ни чайку, ничего тебе. Просто воспользовался бедной девушкой несчастной. Все, там, деньги какие-то заплатил. Подумаешь, что такое деньги? Деньги это... А здесь романтика, настоящая любовь. Ой, ребят, вот, вот. А вы книжки читайте. Просто на проспекте Героев Харькова. Там покатайтесь рядом, посмотрите, постойте с девочками с этими. Как эта атмосфера? Это ж вообще... Да ты что? Там вообще песни, ребят. У вас жизнь заиграет новыми красками. Так, ребятки, сегодня денек, конечно, насыщенный был. И люди не знали, как говорится, как пройдет этот день после вчерашнего, после того, как летали мопеды, после того, как летали ракеты над нашим городом Харьковом, да? Все это, как говорится, знают уже. Вот, поэтому люди думали, что же ждать сегодня, и как пройдет сегодняшний день. Посмотрели вы также, да? Какое движение в городе Харькове. Ну, собственно, как живут люди и так далее, и тому подобное. Спасибо, кстати, за ту баночку. Баночка просто топовая, вкуснятина вообще обалденная. Но комментарии, как всегда, ребят, просто комментарии вот эти вот, которые пишут, как говорится, сбивают с ног просто. Сводят сглузду. Я не могу понять, кто вообще пишет эти комментарии. Тут и так живешь, как говорится, как на острие ножа, не знаешь, что будет завтра. Каждый человек переживает, каждый человек нервничает за своих родных, близких, животных, и вообще за всех, да? За товарищей, друзей, знакомых. Так, и тут пишут такое впечатление, что специально нагнедают вот эту вот смуту, понимаете, нагнетают, чтобы мы расшатать нашу нервную систему, или я не знаю, как это сказать. Напишите свое мнение в комментариях обязательно, ребят. Пишут, что опять фронт движется, все, вам хана, текайте, берите вещи, убегайте, галопом бежите, все, срочно убегайте, быстрее, мы будем вам там и за все вы ответите, уже придумать, за что только мы там не ответим, я не знаю, уже скоро будем отвечать, за даже то, что на планете Земля динозавры погибли, это тоже уже будут говорить, что тоже мы виноваты, понимаете? Ну, я не знаю, но пишут уже в комментариях просто такое, что на голову не натянешь, понимаете, ребят? И каждый день в комментариях вот прочитаешь, читаешь же комментарии, потому что есть адекватные люди, вы пишете адекватные, хорошие комментарии, спасибо, ребят. Ну, есть, конечно, такие, такое впечатление, знаете, что всю жизнь, я не знаю, что с человеком происходило, и тут он в комментариях решил выплескнуть свой негатив просто по максимуму. Ребятки, в общем, держимся, напишите в комментариях, как вы там, живы-здоровы, все с вами нормально, надеюсь, что с вами все хорошо, всех обнимаю до хруста, добра, бабла, позитивчика, мирного неба над головой. Я, если честно, поспал три часа, не знаю, с чем это связано, то ли с нервами, то ли с тем, что я видео монтирую до четырех часов утра, может, с этим связано. В общем, ребятки, всех обнимаю. Спасибо, кто ставит лайки, пишет комментарии, делится видео с друзьями, ребят, делитесь видео с друзьями, с близкими, в паблике бросайте. Всем огромное спасибо. Ребятушки, всем добра, бабла, позитивчика, подписывайтесь на канал, ставьте лайки нам с Багирой, пишите комментарии, подписывайтесь на Инстаграм, ТикТок, Телеграм, группу таксистов. Ну, а кому нужна страховка, страховка, залетайте по ссылке в описании, мы с Багирой вас страхуем по промокоду ТОКСИКУЛ-21, вашу тачку. ОСАГО будет с 10% скидкой. Всех обнял до хруста. Пу-ку-пу-ку, до новых встреч.